для домашней ореховой пасты нам потребуется только натуральные ингредиенты это мука грецкие орехи какао молоко и сливочное масло а где же сахар спросите вы вот как раз сахара у нас и не будет тем не менее паста получится вкусной и сладкой благодаря секретному ингредиенту о нем я расскажу вам чуть попозже а пока давайте начинать готовить для начала нам необходимо очистить орехи от темной пленки которая покрывает их поверхность дело в том что вот эта пленка она потом будет сильно горчить пасте и чтобы легко ее убрать нужно на несколько минут залить орехи кипятком через несколько минут вот видите пленочка уже сама очень легко отходит и можно почистить все орехи буквально в считанные минуты кстати предварительное замачивание уменьшает калорийность грецкого ореха как вы знаете она одна из самых высоких это 600 и даже более килокалорий 100 граммов продуктов и вот такое вымачивание она сразу же уменьшает калорийность как минимум два раза теперь мы очищенные и немного просушенные орешки отправляем духовочку на несколько минут температура здесь должна быть не выше чем 200 градусов и нужно очень внимательно следить чтобы они ни в коем случае у нас не сгорели не подгорели а только лишь набрали такого золотистого цвета для чего нам это нужно я вам попозже объясню помимо золотистого цвета есть еще три признака готовности орех во первых когда вы их вот так вот перемешиваете вы слышите такое характерное похрустывание именно такое легкое похрустывание это значит что они доходят до кондиции еще один признак это аромат он многократно усиливается ну а последний признак когда вы берете орех в руки то пальцы становятся липкими и жирными и вот это вот самое главное это означает что начало выделяться ореховое масло оно нам необходимо чтобы наши паста была и вкусной и полезной подготовленные орешки нам теперь нужно измельчить делайте это тем способом каким вам удобнее например блендером или через мясорубку ну а я обычно старым бабушкиным проверенным способом вот такой деревянный опять же ни в коем случае металлической толкушкой так как мы орешки немного поджарили то они сейчас будет очень хорошо разминаться вот такая вот консистенция ореховой пасты нас уже вполне устраивает но дорогие женщины дорогие хозяйки хочу обратить внимание на очень важный момент вот смотрите вот эта сторона толкушки обратной она уже полностью у нас покрыта сейчас ореховым маслом тонкая липкая влажная поэтому ни в коем случае после окончания работы не мойте ее а обязательно все масло вот это соберите и наносите себе на руки на лицо на волосы это исключительно ценный природный натуральный компонент который позволяет вам омолодить свою кожу оздоровить ее волосы вот после такой вот небольшой масочки будут просто исключительно блестеть так что ни в коем случае не мыть а сначала воспользоваться маслом и точно так же вот эту емкость после того как вы выложите ореховую пасту там на дне тоже будет тоже самое драгоценное наше ореховое масло его будет совсем немного но этого вам хватит для одной процедуры которая очень и очень поможет вам сохранить свою красоту и молодость по классическому рецепту мы должны сейчас миски смешать три компонента это мука какао и сахар но я уже вам сказала что я буду делать по своему собственному рецепту поэтому сахар у меня здесь не присутствует здесь есть только какао и мука добавляем молоко и снова тщательно перемешиваем переливаем в кастрюльку и варим на медленном огне постоянно помешивая как видите у нас смесь уже очень хорошо загустела и это значит что настало время добавлять сюда наш секретный ингредиент не сказать это будут два секретных ингредиента вот это вот у меня грушевый сироп с кусочками целыми груш но нам понадобится для наполнителя только грушевый сироп ну а второй это ингредиент это у меня черная смородина протертая с сахаром и вот как раз мы из нее и сделаем 2 наполнитель так что сейчас мы поделим нашу смесь на две части и добавим в одну из них грушевый сироп а в другую смородину добавляем только сироп как вы видите не сами ягоды точно также и черная смородина ну правда здесь очень сложно не допустить чтобы у нас попали ягодки так что вот вы сами видите что у нас ягодки черной смородины все-таки будут наши нутелли ну я не думаю что это повредит вкусу скорее наоборот обогатит его из чего это более интересным ну а польза конечно же огромные черная смородина это одна из самых полезных ягод вот у нас уже такая равномерная окраска ровная поверхность комочков нет и самое время добавить сюда половину ореховой пасты вместе с орешками не забудьте добавить ну буквально щепоточку соли и последний ингредиент это сливочное масло вот такая вот консистенция густая однородная у нас должна быть на выходе теперь закрываем в кастрюльку и даем время остыть мы сейчас я тщательно размешиваю второй вариант крема на грушевой на грушевом сиропе готовим мы его абсолютно также как и первый и традиционно они подаются к чаю или кофе как на маска к печенью или крикером но многие гости настолько их любят что просто едят ложками грушевый десерт нравится всем потому что он очень нежный со своеобразным вкусом ну а смородиновый имеет такую своеобразную кислиночку и многие гости даже приверженцы скажем так правильного питания все-таки с удовольственного кушают говорят что он вот не такой сладкий как магазинный он более сбалансирован по составу питательных веществ домашнюю ореховую пасту рекомендуется хранить также как и варенье в стеклянной банке с плотно закрывающейся крышкой поскольку у нас все ингредиенты натуральные то срок хранения ограничивается двумя неделями в холодильнике но по своему собственному опыту я могу сказать что ни одна из моих паст не доживала до такого срока обычно все улетала в первые же 2-3 дня и пока я вам рассказывала про грушевую пасту не смородину вы уже половину банки съели я нисколько не возражаю пускай едят и ложками и поварешками тем более что я сама просто обожаю уфини кофе со своей домашней ореховой пастой так что друзья мои я желаю вам всем приятного аппетита и до встречи на канале лекарства в редким более что в следующий раз я расскажу вам еще один рецепт ореховой пасты там будет совсем другой секретный ингредиент но поверьте мне будет тоже очень вкусно